Приветствую вас, давайте последовательно попробуем добраться в вашей проблеме. Пишите вы о том, что на новом месте вам хочется новых знакомств, но не получается их завести. Далее вы пишите, что встречается интересных людей, творческих, незаурядных, но постоянно чувствуете, что они считают вас странной. Вы интроверт, очень впечатлительный, когда начинают подговаривать, но ощущение как бы перегревает способность мыслить. И вы можете сказать нелепость. Поскольку вы живете в другой стране, то нужно понимать, что вас считают странной не потому, что вы действительно странная, а потому, что зреликий менталитет у людей разных стран свой. И если люди привыкли к какому-то общению, я не буду давать оценку природе такого общения, но вы называете его улыбчивым, открытым общением, легким и так далее. То это продиктована культурой людей. То есть у людей такая культура, они так привыкли, а вы нет. И соответственно, чтобы вам быть такой же, как они, вам нужно стать субъектом этой культуры. То есть освоить культурные ценности, которые освоили эти люди в этой стране. Конечно, вы можете сказать о том, что так же получается, я должна стать такой же, как они. Вы знаете, такой же, как они, вы конечно не станете, но вот сформировать сферу таких вот общих смежных интересов вы вполне бы могли. А если бы вы это сделали, то у вас бы, в принципе, я думаю, получилось бы общаться с теми, кого вы встречаете на разных. Но это только половина проблем. Есть еще другой аспект, который нужно сказать. Этот аспект заключается в том, что вы стеснительны. Когда начинаете говорить, смущаетесь. Получается неуверенность в себе. Откуда неуверенность в себе, если вы человек творческий, широкий, с кругозором, обширными знаниями. И как вы себя сами охарактеризовали, что вы привлекательная и у вас приятная внешность. То есть вы не считаете себя страшной, вы не считаете себя отталкивающей. С этим у вас все в порядке. Значит, вы в чем-то неуверенность в себе раз стесняетесь и смущаетесь. Ведь, по сути, в том, что вы интроверт, нет ничего плохого. Интроверт – это человек, который многое пропускает через себя. Это шаг самодостаточный. Это шаг анализирующий. Это шаг анализирующий. Заметьте, не занимающийся самокопанием, а это именно анализирующий человек. Но вот стеснительность и смущение есть плохо. Соответственно, вы можете назвать в себе те свои черты, качества, стороны, в которых вы в себе не уверены. И вот в зависимости от того, что вы назовете, нельзя сказать по вашему тексту, какая именно у вас слабая сторона. Можно, конечно, предполагать, но зачем? А предположения могут вас еще больше любить. Вы попробуйте сами о себе на этот вопрос ответить. Попробуйте выписать на листке бумаги разделенным пополам посередине такой разделительной полосой снизу вверх или сверху вниз. С правой стороны, если вы правша, вы пишете свои сильные стороны, с левой стороны слабые. И наоборот, если вы легша. Соответственно, вам будет понятно, какие у вас сильные и какие слабые стороны. С сильными сторонами, что делать понятно. То есть их нужно приумножать, их нужно развивать, поддерживать и так далее. И в принципе сильные стороны у вас видны и так. Творческий человек с широким кругозором, обширными знаниями. Есть та проблема, которую я вам сейчас обрисую в контексте того, что вы творческий человек с широким кругозором. Понимаете, вот когда вы, когда и если вы свои слабые стороны напишете, они у вас разделятся на две части. Первая часть, это те слабые стороны, которые вам не изменить. Это вот, например, слабые стороны, которые являются таковыми, если вот, ну, в зависимости от точки зрения. Вот, например, то, что вы интроверт, можно назвать вашу слабую сторону для кого-то. Но в действительности это относительное понятие. Потому что, как я уже сказал, и интроверт, и экстраверт не являются чем-то плохим или хорошим, это тип личности. Это темперамент. И здесь этим, как бы, ну, в зависимости от того, в зависимости от того, плохо это или нет, вы все равно будете такой. И вряд ли нужно себя ломать. Но есть и другие, есть и другие слабые стороны, которые вы знаете, что можно изменить. И вот, если их можно изменить, то обязательно под ними напишите в форме одного-двух слов, как их можно изменить. Какая деятельность сможет эти слабые стороны превратиться в сильные. Подставьте себе задачи в этом направлении, и начинайте их выполнять. Проблема, о которой я говорил, заключается вот в чем. Вы творческий человек, с широким кругозором и большим багажным знанием. То есть, средств для такого решения задачи, как налаживание продуктивного общения, или хоть какого-то общения, у вас более чем достаточно. Средств много, они не самые обычные, они не кривиальные, если угодно. И в купе с этим, плюс к этому, имеется желание, сильное желание заводить новые знакомства. И здесь не сложно вообще сделать вывод, что есть большая мотивация общаться с людьми. Есть большое количество средств. Это и творческое мышление, это и кругозор, и уровень интеллекта. И в итоге, к той задаче, которая решается машинально и репродуктивно, то есть на уровне типового подхода, вы пытаетесь подходить к творчеству сами к себе, предъявляя такие требования, ставя себя в такие условия, которые никто ни в себя не ставит. Например, никто не смущается, когда говорит с другим человеком, потому что он такой же человек, он ничем не хуже, не лучше у него. Но, если тот, кто заговаривает с другим, обязательно и очень сильно хочет познакомиться и завести в этот вот контакт, то мотивации больше. И эта мотивация стимулирует человека использовать другие средства, менее репродуктивные, более творческие, а значит, повышается риск ошибиться. Вы попадаете вот в эту вот ловушку сверх мотивации. И для того, чтобы из нее выйти, вам нужно свою мотивационную сферу снизить, то есть определить для себя хотя бы, для чего вам нужны новые знакомства, что вы хотите получить от этих знакомств. А может быть, пока познакомиться в интернете, чтобы пообщаться с людьми, чтобы лучше их узнать, ну я имею ввиду менталитет и так далее, потому что люди другой страны. И для себя лучше понимать, для чего вам нужны эти люди, что они вам должны дать. Чтобы человеку строить нормальное, равноправное, независимое общение с другими людьми, нужно, во-первых, быть уверенным в себе и не иметь сверх мотивации. То есть значение нового знакомства не превышает уровня нормы. Норма – это когда, ну, будет новое знакомство – хорошо, нет нового знакомства – ну и не надо. Не очень, не очень как бы и хотелось. Вы так сказать, как если его не можете, и отсюда у вас проблема. Ну и, наконец, собственно, про самообщение. Можно сказать так, что общение есть процесс актуализации того общего, что есть у людей. То есть вы общаетесь с кем-то на что-то, что является между вами обоими общим. Вот вы и подумайте, что вы знаете такого наверняка, прямо вот наверняка, что вы могли бы сказать другому человеку, и чтобы ему это при этом было интересно. Может быть, не стоит начать общаться с творческими людьми и незаурядными. Для вас, если у вас существует проблема заводить друзей, может быть, имеет смысл общаться по началу с людьми менее интересными. Просто, чтобы заедет вам всего вышесказанного мной, получить навык. Навык вступления в общение. Навык обычного взаимодействия с людьми на уровне светской непринужденной беседы. А это лучше сделать все-таки с людьми, которые как раз таки мыслят не творчески и мыслят заурядно. Чтобы вы сами учились по началу воспринимать задачу налаживания общения как репродуктивную, то есть типовую, и не применяли к ней излишнее количество средств, которые вам только вредят. Ну вот, в принципе, все, что можно вам сказать по вашему вопросу. То есть, вам предстоит работа в нескольких направлениях. Это направление в сторону поиска неуверенности в себе. То есть, в чем вы не уверены. Это направление в сторону освоения стандартных, типовых навыков по общению и взаимодействию с людьми. Я бы сказал, что вот эти основные моменты помогут вам вашу проблему решить. И тогда вам будет легче и проще достичь своей цели. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего доброго и удачи. Спасибо. Спасибо.